итак для того чтобы снять электродвигатель необходимо сначала открутить колесо и потом снять вот этот весь электродвигатель с редуктором значит колесо откручиваем здесь гайку и колесо тоже снимается без вопросов обычно но я немножко обшипнул туда а вот редуктор вылазить не хочет необходимо я взял такую отвертку засунул поддел под самой ось и молотком выступил чтобы чтобы поднять вверх закисло сам сама ось не вращается от кисла и подбил в принципе и она вышла нормально все теперь для того чтобы снять электродвигатель нужно открутить винты значит один вот этот и потом три вот эти и еще один вот этот откручиваем и снимаем вот эту крышку редуктора я все винты открутил крышка редуктора снимается и в общем то видно что редуктор не крутится потому что заклинил заржавел в этом случае скорее всего заржавел электродвигатель откручиваем вот эти два винта и тогда может можно снять электродвигатель открутил я винты все теперь электродвигатель снят не крутится его необходимо смазывать и разбирать посмотреть действительно ли он в нормальном состоянии тут все под вопросом поэтому отгибаем вот здесь есть наверно не сфокусируется здесь есть такие загибы их выравниваем просто плоскогубцами выравниваем и тогда задняя вот эта вот крышка должна сюда выйти если она при ржавела то может быть трудности подпихнем немножко тут есть около 5 миллиметров чтобы толкнуть с этой стороны можно будет подтолкнуть немного но сначала сейчас сниму с более хорошим светом ну что же после того как я вот по разворачивал вообще в обратную сторону аккуратненько выбиваем до начала того как можно снять вот эту металлическую часть и я уже ее снял ну в общем-то подковырнуть как только будет возможность зацепить зацепляем через этот разворот вытащить вытаскиваем подшипник саму металлическую часть пластиковую оставляем почему потому что тут есть такое колечко и чтобы пластиковую вытащить нужно контролировать чтобы не не согнуть щетки толкаем толкаем и пластик она тут до конца не выйдет у нас здесь шестерня но чтобы пластик вытащить вытаскиваем и она цепляется здесь за шайбу перетягиваем щетки через шайбу и тогда можно открыть все теперь можно продиагностировать можно смазать почистить машинка я так понял много времени стояла на улице все заржавела но не то чтобы заржавела мусора очень много вытаскиваем мусор прочищаем ну а так в принципе все в более-менее визуально в более-менее нормальном состоянии щетки целые единственное что здесь вот контакт немножко подржавел но только сверху сейчас его смажем в дышкой или у меня есть специальный раскислитель ростов раскислитель ржавчины собственно и все пока в принципе электродвигатель в нормальном состоянии необходимо значит есть возможность прочитать наверное сфокусировать не получится но прочитать смогу значит количество оборотов 12000 не видно здесь наверное от 0 до 9 вольт и от 0 до 45 ватт написано странно что до 9 вольт потому что аккумулятор 12000 стоит но я посмотрю ну а пока в принципе раскисляем собираем подключаем к 9 вольтам и просмотрим будет ли все в порядке нужно хорошо смазать для того чтобы не было проблем с вращением пока в принципе все в порядке ну что же теперь можно испытать электродвигатель я подключил у меня регулируемое зарядное устройство для автомобиля при включении сейчас около 6 вольт я могу регулировать сейчас почти 8 это 5 нормально работает ну вот так 9 вольт осталось теперь установить на месте и уже разбираться с электроникой самого детского автомобиля сейчас нужно решить проблему с этими выключателями один работает 2 не работает для этого откручиваем на эту панель с двух сторон два винтика панель я открутил теперь вытаскиваем для того чтобы снять эти выключатели просто отсоединяем фишку на себя и все мы теперь имеем доступ к выключателем снимаются выключатели каким образом здесь вот выключателя нажимаем в торец и он туда проваливается с одной стороны есть такая пластмассовая пружинка вот это нажимается и проваливается с этим более менее нормально но все равно почистим и и откроем почистим со вторым полностью заклинил тоже нажимаем сюда и он должен провалиться переходим к тому чтобы разобрать и проверить в чем дело разбираются такие выключатели просто вот сюда вставляем отвертку и поддеваем фиксатор раз и два на осторожно там обычно есть пружинки и при вытаскивание пружинка может выскакивать здесь не пружинки но здесь есть вот пружинки и два шарика которые туда уже упали поэтому ну вот в таком состоянии есть мусор есть уже подгоревший контакт может быть видно значит вот эти два контакта светлых этот один светлый а этот подгоревший немножко его просто почистить чистится очень просто берется отвертка и вот таким образом но здесь можно в принципе и над фильком почистить каким-нибудь то что касается снаружи но без фанатизма потому что там посеребренный контакт а вот здесь внутри просто берете и отверточкой аккуратненько снимаете окислы и подгорания ну и вычистить обязательно все вычистить сначала аккуратно отверточкой потом берем кисточку и кисточкой там все весь мусор потом эта соринка обязательно попадет между контактами и будет мешать все в общем то в обратной последовательности собираем что делать чтобы собрать не так просто выпадают шарики для этого ставим шарик на смазку берем немножко какой-то смазки намазываем на пружинку устанавливаем шарик и тогда мы теряем шарик и тогда можем переворачивать и снова вставляем сначала чистим что нужно чтобы собрать ну понятно что ставим на место почищенные контакты не всегда с первого раза ставятся на место попасть нужно посерединке есть место для установки но на камеру обычно плохо устанавливается наверное установлю потом продолжу не становится пока решил я вопросу взял немножко смазки здесь на на пятачок поставил и теперь я могу приспособился я поставить значит кусочек немножко смазки она прилипает и туда можно спокойно поставить не очень спокойно но ставится значит после того как поставили тоже на смазки держатся шарики и все аккуратненько назад вот так вставляем все восстановлен почищен восстановлен что проверяем по значит в одном положении он эти замыкает в другом должен замыкать вот эти переставляем замыкаются эти эти размыкаются все работы все теперь приступаем к такому же такой же процедуре только уже теперь с этим выключателем ремонтируем рулевой редуктор машины значит откручиваем два винта здесь и вытащить потом нужно с обратной стороны отсоединить рулевую тягу там есть шплинт сначала откручиваем соединяем здесь шплинт и тогда освободится тяга и можем ее теперь вытащить на ту сторону и вытаскиваем редуктор туда для того чтобы разобрать рулевой редуктор откручиваем все винты здесь три и здесь два откручиваем и смотрим что необходимо сделать делаем ревизию смазку редуктор разобрали в принципе здесь даже смазка есть нужно убрать кое-какой мусор но значит в принципе электродвигатель крутится хорошо ну а дальше на на тягу плохо передается получается она закисла вот здесь проржавела и необходимо здесь раскислить и смазать для этого откручиваем снимаем вот этот шплинт снимаем шайбу ну и просто выбиваем берем потихонечку выбиваем обращаем внимание чтобы шестерень никуда не делись выбиваем для смазки для это для этого может быть нужно сначала немножко и так смазать чтобы лучше вынималась ну вы него вынимаем убираем ржавчину смазываем и тогда здесь будет потому что даже когда крутится он не не может прокрутить не может повернуть из-за того что проржавела здесь все потихонечку выбиваем и смазываем после того как редуктор собрали вместе на него идет фишка красно-черная была отломана я уже припаял все собираем обратные последовательности просто одеваем середину и одеваем теперь сверху колесо вот этой частью здесь у нас сверху втулочка такая и закручиваем закручиваем шайбу и гайку и собственно все на этом после затяжки гайки на этом вопрос редуктора теперь он уже ездит заклинен и не двигался но теперь возникла другая проблема нужно его переделать чтобы он работал без пульта управления дистанционного управления здесь как бы электродвигателя к старой фишке подключаем а вот сам пульт который отключается сам пульт он отключается фишки и теперь для того чтобы он работал без пульта управления а сам ребенок мог и руль крутить без пульта и теперь тот провод который и шел вот красно-черный вот видим вот фишки аккумулятор просто вставляем фишку от управления электродвигателем она значит это с желтым желтым проводом есть зелено-желтый вот это зелено-желтый а потому что зелено-коричневый раньше до этого и шел вот на управление рулем вот и и отключаем после того как сам редуктор управления рулем мы сняли для ревизии мы его вообще не будем ставить и поставили рулевую тягу совсем без нас потому что таким образом можно теперь предоставить ребенку самостоятельно крутить руль во первых будет легче ну и он уже в принципе там не нужен просто его там не устанавливаем фишка открытая так и остается а здесь вот здесь так есть такая возможность вот эту фишку красно-черную соединяем с вот этой фишкой желтой зеленый она идет на вот управление вперед-назад и уже тут вперед-назад будет переключаться и возвращается сюда желто-синим проводом на электродвигателем думаю понятно эти две соединяем вот эти две вот эти вот эти две а зелено-коричневый который идет на рулевое управление остается не подсоединю и все теперь подсоединяем аккумулятор и вперед тоже получилось в конечном итоге машинка полностью рабочая если нажимать на педаль она едет и держу потому что подключил я не к аккумулятору а к зарядному устройству автомобильному если включить назад то назад по сути дела полностью рабочий автомобиль как отремонтировать вы увидели подписывайтесь на канал будете видеть как можно не только такие электромобили ремонтировать на любую бытовую технику электроинструменты всего доброго до встречи на канале а а